Сохраняем нашу здравие, свою красоту, свою молодость, долго сохранять. Я был на международной конференции когда-то со своим научным докладом, моя авторская методика, и эту конференцию открывал профессор. Профессор был из Южной Кореи, из Сеул. И было ему 103 года. В знак уважения ему предоставили слово, и на сцену вышел человек, в такой модной кепочке, улыбающейся, и выглядел он чуть-чуть старше меня. Мне 53 года. Не знаю, как сказать, а профессору было 103 года. Я бы хотел выглядеть так в 103 года. Сегодня я немножко не об этом, конечно. Немного я отвлекся к вступлению. Просто после вот этого семинара мне захотелось открыть блог. И делиться секретами долголетия, красоты, молодости. И которые буду вести, ну, примерно там, до 110 лет, например. Очень большие знания, мудрость накоплена, конечно, как в западной, так и в восточной медицине. И сила, она сейчас заключается в том, что эти знания, они сливаются. И сила дав donít в западной медицине, есть в Восточной медицине. Чего нет в Восточной медицине, есть в Западной. Това, которое не estreita, не из одной из восточной медицине. Чего нет ни в западной, ни в восточной. Гое у Бога. На сегодня тема... проповеди. Где Иисус? В чем Иисус? И когда Иисус? И куда Иисус? Давайте мы откроем первое место. В Иоанна 14 глава. С 10 стиха. И мы прочитаем. Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Это говорит Иисус Христос. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Или пока вярвате ме поради самите дела. Истина говорю вам. Истина, истина ви казвам. Верующий в меня, който вярва в мене, дела, которые творю я, делата, които върша аз, и он сотворит. И той ще ги върши. И больше всех сотворит. Потому что я к отцу моему иду. И если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю, и да прославится отец в сыне. Аминь. И вы знаете, чуть-чуть выше, вот здесь мы прочитали, и это десятый стих. Иисус говорит, слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. И смотрите, это предложение начинается с слова, которые говорит Иисус Христос. То визжение започва с думите, които казва Иисус Христос. И продолжая с тем, что Бог Отец в нем творит дела. И продолжая с предбудущее, в мене Отец върши своите дела. У Иисус Христа слова всегда связаны с делами. Думите на Иисус Христос винаги са свърнени с Неговите дела. Можно так сказать, что когда Иисус Христос говорит, Он и делает. Можно скажем, что когда Иисус казва, Той и го прави. Да, если Бог что-то пообещал через Иисуса Христа, ако Бог е обещал нечто через Иисус Христос, то это всегда будет исполнено. Скажи Аминь на это. Скажи Аминь на это. Бог верен. И первая моя мысль. Где Иисус? Иисус Он в исполнении заповедей. Слово Божие говорит, кто любит Бога, тот исполняет Его заповеди. Слово Божие говорит, кто любит Бога, тот исполняет заповедите. Если ты говоришь, я Бога люблю, а заповедю не соблюдаешь, то ты не любишь Бога, на самом деле. Тогда ты не любишь Бога. Именно об этом говорит это место в Писании. И точно това казва, това место. Иисус Христос, Он в послушании. Иисус Христос, Той в послушании. Он в кротости нашей. Он в готовности исполнять то, что Бог сказал. То есть, когда я могу сказать, что Иисус Христос со мной. Когда я исполняю заповеди. Это так или не так? Так или не. Потому что, если я Богу не послушан, если я своеволен, и делаю то, что я хочу, не то, что Бог хочет, а то, что я хочу, то я не Божий человек. Библия сравняет своеволие и непослушание с колдовством. Многие люди в этом мире говорят, я делаю то, что я хочу. Много хора в то же свято отказывают, аз правят то, което аз искам. И никто мне не указ. И никой не может доказывать, как вода правят. Ни Бог, ни царь, ни человек. Эти люди даже не понимают, что они являются служителем дьявола. И тези хора даже не разбирают, что те служители и служат на дьявола. Потому что самая своевольная личность, которая делает то, что хочет, это сатана. Това сатаната. Антихрист. В переводе против Христа. То есть, свято Христа. То есть, он делает все то, что против до Христу. Давайте мы второй момент разберем. Второй вопрос. Второй вопрос. В чем Иисус? В какво Иисус? Давайте мы откроем следующее место, которое написано в первое царство. Первое царе. Пятнадцатая глава. Пятнадцатая глава. С девятнадцатого стиха. От девятнадцатого стиха. Зачем же ты не послушал гласа Господа и бросился на добычу? За что прочее не послушайте Господня глас, но сынахвырли на курис титы? И сделал зло пред очами Господа. А то стоит у вас зло пред Господа. Это пророк Самуил спрашивает у царя Саула. Двадцатый стих. И сказал Саул Самуилу. А Саул казано Самуила. Я послушал гласа Господа. Да, послушал Господний глаз. И пошел в путь. И учитыв в путь. Куда послал меня Господь. Покойто Господь мое из братья. И привел Агага царя Амаликитского. И доведух Амалички царь Агар. И Амалик истребил. Амаличаните обрекух на истребление. Народ же из добычи из овец и волвов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу Богу. И отвечал Самуил. Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу? Как послушание глазу Господу. И послушайте. Послушание лучше жертвы. Это послушание то и поприемливо от жертвы. Повиновение лучше тука овнов. И покорността от ластината на овни. Ибо непокорность есть такой же грех что и волшебство. Защото непокорността е като греха на черодейството. И противление тоже что и долопоклонство. И упорството като нечестието и долопоклонството. За то что ты отверг Слово Господа и Он отверг тебя. Понеже ты отверли Слово на Господа то и Той отверли тебе да не си царь. Аминь. Аминь. Это местописание говорит о том что мало быть послушным Господу. Тво место казва че не е достаточно да си послушен на Господа. Очень важно быть точным в исполнении. Важно да си точен в исполнении. То что Господь не сказал я в точности исполню. Тво което Господь ми каза точно това аж те го исполня. Вот если Господь вот так вложил в сердце вот точно так и надо сделать. Если Бог не сказал какие-то слова то точно так надо сказать. Последнее время я это практикую. Я не тороплюсь человеку сказать какие-то слова. Я прошу Господа Господь дай мне мудрости и любви и силы чтобы сказать нужные слова. Твои слова. Дай мне те слова которые я должен сказать. И вы знаете Бог дает. Это слово мудрости слово утешение. Вы знаете вот сегодня я хотел вот в этом втором пункте выделить в чем я точно знаю что в этом Иисус Христос. Иисус Он в сострадании. Он в сочувствии моему ближнему человеку. Он в нашей взаимоподдержке. он в том чтобы мы могли друг друга действительно любить помогать друг другу. Знаете я хотел сейчас попросить снимки эти показать. Первый снимок. снимки. Я думаю что я буду не одинок в том что мне бы очень хотелось чтобы на меня смотрели вот такими глазами. Аз бих искал к мен да глядят тези очи. такива очи. Можно чтобы кто-то свет выключил вот здесь на сцене кто знает это левая нижняя кнопка. Давайте следующий снимок. Или вот такими глазами. Или с такав поглед. Глаза наполнены радостью, любовью. Очите които с исполнены с любов и радость. Приятием. покляд. Тебя таким какой-то есть. Ты с таким как Витуса. Можно следующий снимок. Добрые глаза. Такой бородатый мужик. Лицо что-то знакомое. сегодня есть. Это наш брат Леонид. Давай наш брат Леонид. Следующий снимок. Тоже знакомые ребята. Тоже смотрят с такой любовью. На сч познать и хора. Мы ездили недавно вместе с ними очень красиво место, где мы провели очень хорошее время вместе. Они смотрят на меня. И мне приятно. Следующий снимок. Тоже ребята очень знакомые. И тоже смотрят так приятно. с очень приятен погляд. От такого взгляда сердце наполняется любовью. любая рана она заживает. Поради таков погляд на сердце не стало приятно. различные рани те смахат. Такие глаза освобождают. Такие очи тени освобождают. Такое отношение окрыляет. И твое отношение то не извещало. Но я глубоко понимаю, чтобы на меня вот так смотрели. следующий снимок? Я сам должен так смотреть. Я стараюсь, очень стараюсь. Я понимаю, что сам я это не могу. У меня нет такого ресурса. Я глубоко знаю и уверен, потому что читаю это в Евангелии, что кто-то непрестанно смотрит в мое сердце такими глазами, с глазами безграничной любви, желающие желающие дарить мне самым невероятным счастьем и благословением, которое желает да меня наградить безкрайного благословения. Это глаза Иисуса Христа. Аминь. Иисус смотрит так на нас изнутри нашего сердца. Можно следующий снимок Но почему-то чаще всего так на нас смотрят в основном детки Поэтому написано Ибо таковых есть в Царстве Божьем А еще чаще можно следующий снимок и еще чаще смотрят так на наши домашние любимцы Потому что собаки это самое преданное существо и любят они нас безусловно любов Нам есть чему получить с собак Правда? Мы люди должны быть лучше собак Я уверен Но к сожалению мир говорит обратное Но Иисус Христос как раз пришел на эту землю чтобы изменить ситуацию В церкви мы должны любить друг друга церковь должна любить мир как и Бог возлюбил этот мир что отдал Сына Свою Единородного дабы всякий верующий не погиб но имел жизнь вечную может следующий снимок я бы хотел чтобы когда мне плохо потому что я тоже иногда ну бывает что очень сильно устаю бывает так что я плачу я бы хотел чтобы кто плакал со мной так легче и в этом заповедь Иисус Христа Иисус сказал повелел буквально плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися вот в этом Иисус вот в тот момент когда я с кем-то плачу в тот момент Иисус плачет вместе с нами это 100% Библия говорит Иисус прослезился Иисус заплака когда Лазар умер я верю в то что Лазар был в не очень хорошем состоянии когда умер именно поэтому Иисус Христос захотел его вернуть и вернул его оттуда для того чтобы Лазар был шанс что-то сделать еще на земле чтобы его положение на небесах было очень высокое именно поэтому Иисус прослезился когда Лазар умер можно следующий снимок перед дождь я бы очень хотел чтобы мы братья не только вместе радовались но могли друг друга поддержать когда кому-то тяжело. Это я вот в Москве. Я реально здесь плачу. Просто мне было очень плохо. Я приехал в дом к одним москвичам. И в этой семье была тяжелая депрессия. Так что мама и дочка приняли решение покончить жизнь самоубийством. Но Бог их спас. Но Господь их спаси. И я ездил к ним. И оказывал им такую эмоциональную поддержку. И я там плакал. Плакал вместе с ними. И решил себя немножко так запечатлеть. Чтобы показать, что я тоже плачу. Можно следующий снимок. И вы знаете, здесь гнев. Даже я бы сказал ярость. И Библия говорит, что Бог есть ярость. И Библия доказывает, что Бог есть ярость. Готовая пожрать противника. И вы знаете, мне нравятся люди. И знаете, я с харесом хората. Которые умеют выражать эту эмоцию. Которые не согрешают во гневе. Которые не согрешают во гневе. А обрушивают вот этот праведный гнев, я бы так сказал. Но има тоже правильный гнев. Не на меня. И те го насочат не к мен. Не на какого-либо человека. Не к някой друг. А обрушивают ненависть и ярость на то, что может погубить душу человека. А насочат гнев и ярость вверху того, которое может убить душа на человека. Знаете, периодически я могу сказать. Вот поступок твой был дурацкий. Идиотский. Время напрямую я смогу доказать. Твоя поступка была глупая. И это нормальное выражение. То есть я проявляю гнев на поступок. И твоя нормальность, что я проявляю гнев к поступке. Я не говорю человеку, что он дурак. Аз не казам на человеке, что я глупов. Или тем более, что он идиот. Или что я идиот. Потому что это страшно, назвать человека дураком. За что-то дуае страшно, да наречаешь никакого глупов. Библия говорит, что Иисус Христос говорит, что за это человек надлежит Синедриону, то есть Высшему Суду. Библия так говорит, что за это человек, что будет сиден. Потому что в этот момент человек убивает в какой-то степени своими словами другого человека, своего ближнего. В книге Откровения приведен очень хороший пример. Это ярость Иисуса Христа. Где он со своей ненавистью обрушивается на николаитов. 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 И он не обращает свой гнев на николаитов, на вот это общество, которое жило какими-то правилами. Он говорит так. Это слова Иисуса Христа. Я ненавижу дела николаитов. Кто помнит это место? Другое место чуть-чуть ниже говорит, я ненавижу учений николаитов. Смотрите, Иисус Христос выражает ненависть. Иисус Христос, то изразява ненависть у мраза. Почему? За что? Потому что он любит. Потому что он неравнодушен. За что-то той на него му пука. Равнодушный человек просто проигнорирует. Человек, на който не го интересует, той просто игнорирует. Ему все равно. Него не го интересует. Антипод. Слово любви не является ненавистью. Противоположностью слова любовь является равнодушие. Да, равнодушие является противоположностью любви. Когда человек перестал любить, он ко всему равнодушен. Когда человек исправил да обича, той не беше заинтересован в нищо. Можно следующий снимок? И мне нравятся те люди, которые выражают ярость буквально, когда они неравнодушны. И аз харесам тези хора, които могат да изразяват ярость. Если я где-то ошибся или пошел куда-то не туда. Ако аз някъде сгреших или утидах в грешно място. Я бы благодарен был Богу за таких людей. Аз бих бил благодарен на Бога за тези хора. Которые бы просто прокричали мне. Които биха извикали к мне. Что я иду не туда. Че я сутивам в грешно посока. Или что я иду в погибель. Или что я сутивам к смертта. Или что моя душа чем-то заражена. Потому что временами мы люди не замечаем страшных вещей. Мы не замечаем, что мы погрузились незаметно в какой-то порог. И не забелязываем, че навлизываем в один порог. И начинаем белое называть черным. И черное называть белым. Нужен ближний. Нужен ближний човек. Который вещи назовет своими именами. Который стряхнет меня. Который стряхнет меня. Можно следующий снимок? Это вот Саша Коновала недавно на меня рассердилась. Това е Саша. Която се рассердила на меня. Я был ей очень благодарен. Аз бях много благодарен. Это меня остановило. Вообще, это не типично для Саши. Я увидел, что она как тигрица. Давайте следующее, а то мне страшно становится. А, ну это уже я. Я тоже могу сердиться. Я смогу сердиться. Во гневе я страшен. А сам страшен во гнев. Но мой гнев обрушивается именно на поступки, на дела человека. Но мой гнев, то есть на свой человек, делата на человека. И вот эта ярость или гнев, я хочу показать, насколько я люблю человека, на самом деле. То есть тази ярость или гнев, а я искам да покажа, колко сильно обичам този человек. Вот эта эмоция очень долгое время была запрещена в церкви. Тази эмоция много долгое время беше забранена в церкви. В церкви не принято было гневаться или выражать свою ярость. Не обичайно в церкви да изразяваш ярость или гнев. Но исследуя Писание, я пришел к выводу, что это абсолютно не соответствует Священному Писанию. Но чей-таки, слава Ту Божьей, я разбираю, что Туа не такая. Ярость, это есть обратная сторона любви. Если я сильно люблю, моя любовь может очень быстро перейти в состояние ненависти. Но Бог бы хотел, чтобы моя ненависть обрушилась буквально на то, что нас разделяет. Но Бог иска тази умраза, да се насочи к Туа, което может да не отдели. Что может отдалить нас. Здесь мы призваны проявлять власть Иисуса Христа. И не призваны да показуем власть на Христа. Просто со властью приказать дьяволу убирайся вон из наших взаимоотношений. Из тази власть докажем на дьяволу, да се маха от наше живот. И Слово Божие говорит. Противостаньте дьяволу. Да се противопоставиме на дьяволу. Смиритесь под крепкую руку Божию. Да будем смирений под Божьей тарака. И что дьявол? И каково казва дьявола? Дьявол убежит от нас. И той ще избега. Так написано? Это написано. Дьявол не убежит от меня, если я буду его уговаривать. Дьявол няма да избега, а как аз почну да говорить с него. Ну пожалуйста. Моляте. Никогда не уйдет. Никогда няма да исчезне. Пока я не явлю гнев Господень. Дьявол не шелохнется. Дьявол няма да умрадне. Но дьявол боится Иисус Христа. Но дьявол се страхува от Иисус Христос. Гнева Господнего. От Божьего гнева. Иисус во гневе. Он изгнал кого? Продавцов. Помните, да? Помните ли, че Иисус в свой гнев той изгонил и не продавачи? Просто взял кнут. Той взял, взял една прачка. Хлыст. Да, да. Хлыст. И просто начал их выгонять из храма. И пошли на гигаване от храма. Дом от самого превратили в вертеп разбойников. Дом от самого превратили в вертеп разбойников. И он был в таком страшном гневе. И той был в много страшных гневах. Что там просто все летело. Че всичко пошли до излета. Столы переворачивались. Масты пошли до пада. Вот такой Иисус. Таков Иисус. И в этом любовь. И в твои убеждения. Любовь небесного отца. Любовь, то она большая отец. Аминь. Аминь. Слава нашему Богу. Можно еще следующий снимок? Я бы не хотел, чтобы у нас была такая церковь. Я ничего не хочу знать. Я ничего не хочу слышать. Я ничего не хочу видеть. И ничего не хочу говорить. Я абсолютно равнодушен. Не интересует. Не интересует чужата боли. Чужой радости. Чужому страданию. Я не осуждение говорю. Аз не осуждам. Но сегодня мы можем увидеть очень много христианских церквей в таком состоянии. Христиане, которым все равно. Христианите, които са безинтересовани. Просто эмоционально выхолочены. Эмоционально са изтушенни. В моем представлении это страшное явление. Я думаю, что Иисус с большой скорбью смотрит на такую церковь и понимает, что это мертвая церковь и хочет воскресить такую церковь. Мы живые. Мы призваны радоваться. Писание говорит, радуйтесь, еще раз говорю вам, радуйтесь. Непрестанно молитесь и за все благодарите. У нас в церквях должна быть жизнь. Жизнь должна бурлиться. Должно быть сострадание какое-то. Вы знаете, ни в коем случае нельзя упускать вот этих моментов. Если ты чувствуешь, что кому-то, видишь, что кому-то плохо, подойди, вникни. Просто окажи участие. Сострадание. Если человек плачет, поплачь вместе. Если человек разозлился, уточни, на что человек разозлился. Постарайся его гнев направить в нужное русло. Постарайся неговия гнев, неговата ярост, да быть насочен в правильное место. Не на людей, не на человека. Не вверху хората. Не на президента. Нету плохих людей. Все люди хорошие, благословенные. Всички хора са добри и благословени. Но дела бывают иногда очень ужасные. И вот здесь нам, как церковь, надо являть власть Иисус Христа. Просто с яростью разбивать дела дьявола. Иисус для чего пришел? Иисус пришел, это его слова. Я пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Иисус Христос делает это с яростью. Он применяет свою власть. И дьявол от него бежит. Дьявол боится Иисус Христа. И дьявол боится его церкви. Мы церковь Иисус Христа. Мы его тело. Тело Господне. Так Слово Божие говорит. Вот в этом Иисус. Иисус плачет с плачущими. Иисус радуется с радующимися. Он сострадает тому, кто больно. И в тот момент, когда я кому-то сострадаю. Иисус уже здесь. Он в этом сострадании. Он в этих слезах. Он в этой нашей совместной радости. Он обещал. Что там, где двое или трое. Собраны во имя Мое. Если кто-то радуется во имя Иисуса Христа. Если кто-то плачет во имя Иисуса Христа. А если кто-то гневается во имя Иисуса Христа. Иисус там. Иисус Христос и там. Иисус сейчас здесь. Иисус Христос и сега. Люблю. Само в церкви-то и возможностей. Такая предхора. Это публичная. Своя любовь. Муж сидит где-то здесь рядом. Муж сидит где-то здесь рядом. Муж сидит где-то здесь рядом. Все слышит. И мне не стыдно признаваться. Я не стыдно с ромовом. Потому что я знаю, что это за любовь. Ну что-то я знал. Какая-то любовь. Это чистая любовь Иисуса Христа. Чистая любовь на Иисус Христос. И в ней можно признаваться. И в ней нужно признаваться. И трава дася признаваться. Саша, я тебя люблю. Вот, Саша, сделай вид, что ты плачешь. Все, и на тебя плачет. Я просто убедился, как пастырь. Я уже 24 года пастырь. Я свечу 24 года, не свечу сам пастырь. Я за вот эти годы убедился, что христиан надо, но реально учить. И за эти годы не аз разбрах, чей христианин требует быть научен. Как оказывать поддержку? Когда помогаем, когда подружаем. Мы увидели, что Саша плачет. Не между мечтем плачет. Сидит где-нибудь или стоит где-нибудь. Некогда стои или сиди. Очень важно подойти. Много важно уйти. Можно там попытаться как-то что-то спросить. Можно некогда сидеть питами. И знаете, что очень важно сделать? Знаете, как вы много важно? Понятно. Если вы давно знакомы, вы друзья. Ако запознаете отдавные вещи с приятелями. Вы можете просто подойти, сгрести ее в охапку и просто обнять ее. Можете просто уйти, да гигушнете. И просто поплакать вместе. И просто поплачете заедно. Но если вы не очень близки. Но ако не сте много близки. И просто очень важно подойти. Много важно уйти. И спроси, Саша, что случилось? И допишите, как вы остануете. У тебя все хорошо? Всичко ли наред. Ты хотел бы об этом поговорить, да? Вот популярный вопрос. И искал бы в борьбе за тебя. Можно тебя обнять? Может, это пригарно. Вот этот вопрос очень важен. Тоже вопрос много важен. Не обнимайте людей, если они вас об этом не попросили. Или вы не спросили разрешения. Это будет неправильно. Саша, можно тебя обнять? Можно тебя пригарно. Только после того, когда Саша разрешила. Вот после этого я могу вот так просто обнять. И мы можем вместе поплакать. Саша, спасибо тебе большое. Давайте похлопаем. Так, кстати, можно поступать, когда человек радуется, может тебя обнять. Или когда Саша в ярости. Вот мы видели, как она злится, да? Можно тоже подойти и сказать, Саша, можно тебя обниму? Это ярость, она сразу куда-то убежит. Так или не так? Есть исключение, да? И мои исключения. И тогда что у нас? Следующий снимок. Тогда, может быть, у нас будет вот такая дружная компания единомышленников. Которым нравится вместе проводить время. Которым хочется собираться вместе. Мы живем в очень красивом месте. Мы живем в много красивом месте. У нас уже есть свои места. Поехать куда-нибудь там на Галата. Да, уйти до некогда, примерно на Галата. На Фичозу. Или Фичоза. На Шкорпиловцы. Шкорпиловцы. И хорошо вместе провести время. И да си искарами много хубаву. Вы бы так хотели? Бихтели искали така? И еще. И еще нечто. Третий вопрос. Третий вопрос. Когда Иисус? Уга, Иисус. Книга Деяния, 2 глава. Деяния, 2 глава. С 22 стиха. О, 22 стих. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Израилетяне, послушайте те думы. Иисуса Назария, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями. Иисуса Назариянина, мужа, засвидетельствованного вам от Бога. Иисуса Назарияния, которые Бог сотворил через Него среди вас. Които Бог извърши через Него посреди вас. Как и сами знаете. Както сами вы знаете. Всего по определенному совету и предвидению Божьего преданного. Него предатен според определената Божья воля и предузнание. Вы взяли и пригвоздив руками беззаконных убили. Вы распнахте и убихте через река на беззаконнице. Но Бог его, расторгнув уза смерти. Когото Бог воскреси, като развързра болките на смертта. Потому что ей невозможно было удержать Его. Понеже не беше возможно да бъде удержан Той от нея. И 25 стих. Ибо Давид говорит о Нем. Видел я пред Собою Господа. И что написано? Всегда. Ибо Он одеснув меня. Дабы я не поколебался. Когда Иисус? Библия говорит всегда. Иисус всегда с нами. Он всегда рядом. Но знаете, сегодня я хотел бы проговорить вот эту мысль. Искам да искажет нам мисел. Жизнь, наша жизнь. Наша жизнь. Не состоит из количества сделанных вдохов. Не состоит от количества на пойманный воздух. Жизнь христианина. Животный христианин. Она состоит из количества моментов. От количества на моменте. От которых хочется задержать дыхание. От куритоу дисперера воздуха. Просто вот так. Ах! Просто така. Вы знаете, когда это происходит? Знаете ли, когда става така? Иисус нам обещает, что каждый день Он будет давать нам все новое. Все новое. Иисус не казва, что всякий день точно не дава нечто новое. Всичко новое. Апостол Павел пишет, что мы обновляемся в Нем. От силы в силу. От слави к славе. Я каждый день просыпаюсь и я молю Господа. И всеки день, когда я забуждаю, я молю Господа. Говорю, Господь, ты обещал. Господи, ты обещай. Что-то новое должно произойти. Нечто новое, что случится. Знаете ли, я ныряльщик, я подводный охотник. Знаете ли, особенно подводный рыболов. Я знаю одну такую тайну, секрет. И знаю одна тайна. Как легко задерживать дыхание. Как, когда сдрежишь свой дых, но гласну. Нужно найти очень красивую картинку под водой. Требя, ты обещаешь намного красивую картинку под водой. Я ныряю на глубину. А затем под водой. Нахожу это красивое место. Наверное, два красивых места. А там, ах. Там, ах. Так красиво. Толково и хубаво и красиво. Что от дыхание, ты просто забываешь. Чит и забравишь за дышанието. И тогда я могу находиться под водой, но две-три минуты. И тогда я смогу да смирам под вода две-три минуты. Ну, в принципе, я об этом даже не думаю. Аз дори не се замислям за това. Просто вот, знаете, как какая-то такая прострация. Просто знаете нечто, като в прострация. И просто любуешься той красотой, которую создал Бог. И просто се взращаваш това, тази красота, Коя то создали Господа. Послание к Римляне говорит. Через рассматривание Его творений, Чрез поглеждание на Неговите творения. Мы можем познавать Его силу и Божество. Ни можем да познаваме Неговина сила и Неговото Божество. Мы можем видеть Бога через Его творение. Через Его величие и красоту. Через величественные горы. Моря и океаны. Леса. Жизнь так прекрасна. И она удивительна. Если мы не потеряли способность удивляться. Ученые доказали. Мозг очень быстро начинает стареть. Сосуды начинают стареть. Кожа начинает стариться. Когда человек теряет способность восхищаться. Когато человек умеет восхищаться. Он молодой. Он не может стареть. Слава нашему Богу. Вот такое только в интернациональной церкви может происходить. Два корейца в Болгарии. Два корейца в Болгарии. Проповедует на русском языке и с переводом на болгарский. Проповедует на русский язык и с переводом на болгарский. Слава нашему Богу. Слава на Богу. Давайте второе место прочитаем. Следующее место прочитаем. И это написано. Послание к римлянам. Римляне. Вторая глава. Вторая глава. Шестого стиха. Шесть стих. Который воздаст каждому по делам его. Те, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Да, немножко подождем. Които ще воздельна всеки според делатому. Вечен живот на те, които с постоянством в добре дела тарсят слава, почест и бессмертия. Вечную жизнь. Ибо смертей. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде. А по гняв и негодуванию не уникуются твердоглаве и не запокоряют на истину. Вот твердоглавое. Очень хорошее слово. Вот таким людям ярость и гнев. Бог на них изливает свою ярость. Бог изливает гняв и негодувание. Это эти хора. Девятый стих. Скорбь и теснота всякой души от человека, делающего злое. Во-первых, Евудея, потом Елина. И напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Во-первых, Евудея, потом Елина. Смотрите, что здесь написано. Постоянство в добром деле. Когда, Иисус? Постоянно. Вот это постоянство в добром деле это вливается постепенно в такое движение веры, течение. Как апостол Павел писал, движение я совершил. Веру сохранил. И теперь готовится мне венец правды. Бог с нами во Христе Иисусе постоянно. И вы знаете, что Слово Божие говорит? Как нам ориентироваться? Где блаженство? Где счастье? Написано так. Блажен человек написано блажен, благословен този човек в действовании своем. В негове действие. И вот этот процесс счастья он происходит только в тот момент, когда я действую. То есть, что случится само тогда, когда я действую. Действую по вере. То есть, я слышу Слова Господни через Слово Божие, через Церковь, через брата или сестру, наполняя силой Святого Духа, мудростью Божией, Его безграничной любовью, но это еще не все. Самое главное, это пойти и исполнить. Слово Божие говорит, блаженны не слушатели, забывчивые. Блаженны те, которые исполняют Божие Слово. Вот в момент исполнения Иисус Христос течет в моей жизни. Об этом написан самый длинный псалом. 118-й псалом. Давид восклицает. Господи, потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Аминь или не аминь. Очень легко исполнять Божие заповеди, когда тебя наполняет Божия благодать. И невозможно исполнять Божие заповеди своими человеческими силами. Это проклятие. Иисус Христос в нас сам хочет исполнять свои заповеди. Иисус Христос в нас сам то иска да исполняет Твоих. Он хочет делать это вместе с нами. То иска да ги правим заедно. И в этом блаженство. В этом Иисус Христос. В това Иисус Христос. Иисус тогда, когда я послушен. Иисус тогда со мной, когда я кому-то сочувствую. Иисус е заедно с мен, когда я сочувствую. Когда я кому-то сострадаю. Когда я выражаю свою любовь не только в словах, но и в делах. Иисус со мной, когда я в постоянном, постоянном действовании. Иисус е винаги с мен, когато аз винаги действам. Блажен человек в действовании своем. Блажен и благословен този человек, който действа. Постоянство в добром деле. И вот так вот течет река жизни. Течет река любви. Полноводная река вечной жизни. Которая Иисус Христос обещал, что она потечет из наших чресел. Слава нашему Богу. Я плавно перехожу к трапезе Господней. И открою последнее место. Оно написано в книге Откровения. В третьей главе. И мы уже заканчиваем. Откровение. Третья глава. Двадцатый стих. Двадцатый стих. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним и он со мной. Это слова Иисус Христа. Вы знаете, Иисус Христос, Он приходит в наши сердца, Он стучится в двери. Очень важно открыть Ему дверь. Через покаяние. Через желание жить для Него. Через желание посвятить Ему всю свою жизнь. Потому что жизнь без Бога не имеет никакого смысла. Это тщетная жизнь. Пустая жизнь. Поэтому я сегодня хотел бы призвать каждого из нас просто доверить Ему свою боль. Открыть Ему свою скорбь. Иисус все знает. Я работал в онкологии. и готовил раковых больных к смерти. И Бог меня просто вот так водил по реанимации. Я просто подходил к людям и говорил Иисус стучится ваше сердце. Он вас очень сильно любит. И Он желает спасти вашу душу. Потому что есть единственный грех по Писанию. За который вы можете пойти в ад. Иисус Христос говорит Я приду в этот мир и облечу этот мир о грехе. Об одном единственном грехе. Из которого вытекают все оставшиеся грехи. О грехе, что не уверовали в меня. И это написано в Евангелието на Иоанна. Есть только один грех. Из которого вытекают все оставшиеся грехи. Потому что без Иисус Христа ты грешишь. Другое место говорит всякое неверие есть грех. То есть в тот момент когда я не доверяю Богу через Его единородного Сына я автоматически грешу. Я иду в ад. И спасти от этого ада тебе может только Иисус Христос. Иисус говорит нет другого имени ни на небесах ни на земле которым надлежит вам спастись. И никто не входит к Отцу как только через меня. Аминь или не аминь? Аминь или не? Я ничего не придумал. Это все то что написано в Евангелии. Слово в слово. Я хотел бы сегодня призвать и мы сегодня будем также преподносить вам тело Господне кровь Господню и принимать трапезу Господню тело Господне может только тот кто воцерковлен. кто не отлучен кто не на замечании если тебя совесть не обличает и ты имеешь дерзовение входить в него не во святая святых ты смело можешь сегодня встать и принять тело Господне и кровь Иисуса Христа. ты смело можешь достанешь и приемешь тело. Не важно откуда ты приехал я скажу даже так не важно какой ты динаминации для Иисуса Христа нет разницы кто ты православный католик или протестант Библия называет только одно понятие в Антиохии первый раз стали называться христианами от имя Христос нету православных нету католиков нет спасения протестанта спасаются только те кто лично знает Иисуса Христа православие не спасает католицизм не спасает и протестантизм тоже не спасает скажи аминь аминь или не аминь спасает личность и живая церковь Иисуса Христа и живота церковь на Иисус Христос церковь которая движется церковь которая движется которая сегодня исцеляет освобождает именем Господнем проповедует ли это Господне благоприятное проповедует словото на Бога воскрешает мертвых является большим благословением для всех наций и народов и огуляем благословением за все нации и народ Аллилуйя Аминь Юля спасибо давайте мы похлопаем нашей переводчице Юля сегодня первый раз меня переводила и сделала это прекрасно